Предыдущий год был тяжелым. Пандемия коронавируса ударила по всем сферам жизни. Однако многое удалось сохранить и даже приумножить. На совещании с участием главы региона обсудили итоги работы по реализации национальных проектов. Я напомню всем слова президента. Для России качественное непрерывное движение вперед имеет абсолютно стратегически, принципиально, жизненно важное значение. Поэтому предлагаю рассматривать результаты, которые мы имеем в реализации региональных проектов по итогам 2020 года. Каждый из 11 нацпроектов состоит из региональных программ. По цифрам статистики в 2020 году цели каждой десятой программы не выполнены. Самыми уязвимыми оказались три национальных проекта. Это здравоохранение, 11 из них 10 федеральных, демография, 3 это все федеральные, экология, 2 это все федеральные. Но в остальных нацпроектах ситуация улучшилась. Например, проект «Жилье и городская среда» заметно подтянулся. Если в 2019 строители сдали чуть более миллиона квадратных метров, то уже в 2020 году они достигли результата в 1 миллион 33 тысячи квадратов. Перевыполнили план не только по новым домам, но и по выводу из эксплуатации непригодного жилья. Вместо 5 тысяч квадратных метров вывели 7 тысяч 392. Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» также порадовал показателями. Доля автомобильных дорог, которая должна соответствовать нормативным требованиям при плане 46, сегодня достигнуто 46,9%, что составляет 2177 километров. Также сократилось число погибших на ульянских дорогах. Федералы обозначили цифру не более 145 человек. По итогам 2020 года на территории региона, на всех автомобильных дорогах, федеральных, региональных, муниципальных погибло 125 человек. И, как мы всегда говорим, и президент, и губернатор на территории региона ставят задачу. К 2030 году мы должны достичь нулевой смертности на автомобильных дорогах региона. В этом году дорожные отраслевики начали строительство трёх крупных объектов протяжённостью более 7 километров. Виктория Черкова, Артём Куранов. Новости Управды ТВ.